Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братьки и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 7, стихи с 24 по 30. Послушаем это евангельское изначало на церковно-славянском языке. Жена же Бе-Эллинска, серафиникистса родом, и моляша его, да беса и женет исчери ея. Иисус же речей ей, остави, да первая насытится чада, несьбо добро отъяти хлеба чадом и поврещи псом. Она же, отвечавши глаголы ему, ей Господи, ибо и все по трапезу едят от крупиц детей. И речей ей, за сие слово иди, и за дебес исчери твои я. Исшедши в дом свой, обрети беса исшедша, и дщерь лежащую на одре. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. В то время пришел Иисус в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, пала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. После своих слов об истинной скверне, что не пища, а исходящая из человека, скверняет человека, Спаситель направляется в пределы Тирские и Сидонские, где встречается с женщиной Серафиникиянкой. Господь отправляется на северо-запад Палестины, в области Тира и Сидона, знаменитых финикийских городов, входивших в состав Сирии. Это были языческие города, куда Иисус Христос вместе со своими учениками удалялся подальше от Галилеи, потому что там, на своей родине, он подвергался нападкам, которые угрожали его миссии и даже жизни. Архимандрит Януарий Ивлеев отмечает, «Книжники и фарисеи давно считали его грешником, потому что он нарушал их предание старцев. Ирод Антипа видел в нем угрозу себе, воскресшего Иоанна Крестителя. Жители родного Назарета проявляли к нему неуважение. Результатом всего этого был его уход из Галилеи, и вместе с тем явление Царства Божия не только среди иудеев, но и у язычников». Господь приходит в языческий город, как указывает евангелист Марк, потому что не хотел, чтобы кто узнал, что он не мог утаиться. Спаситель желал отдохнуть и, возможно, ближе пообщаться со своими учениками наедине. Но и здесь, в чужой земле, весть о чудотворце достигает отчаявшуюся женщину, искавшую исцеление для своей больной дочери. Сцена диалога между женщиной-язычницей и Христом является поистине самой напряженной в Евангелии, ведь на просьбу об исцелении девочки Спаситель отвечает «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Действительно, в словах Господа мы можем увидеть проявление отношения иудеев к язычникам. Евреи часто называли язычников собаками, но ведь и язычники ничего хорошего о евреях не говорили. Исходя из этого, слова Спасителя не кажутся жестокими, а, напротив, в них заложено испытание, которое женщина-язычница проходит весьма достойно. Ее слова удивительны и наполнены глубочайшим смирением. «Так, Господи!» «Но и псы под столом едят крохи у детей». Ответ этой женщины вызывает у Спасителя умиление, и он подает просимое. «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». После чего девочка выздоравливает. Это был замечательный пример для апостолов. Господь наглядным образом показывает своим ученикам, что для Бога нет ничего нечистого. А значит, и их проповедь после Его крестной смерти и воскресения не должна иметь никаких ограничений. Но сейчас Христос исполняет волю своего Отца. Он послан спасти Бога избранный народ, чтобы после искупления Израиля пришло время остального мира. Еврейский народ в своем большинстве отвергает Христа, в то время как эта женщина является в себе пример смирения, пророчески открывая, что язычники обратятся довольно быстро. Стоит им только услышать проповедь апостолов, они прильнут под стол, ищая и насыщаясь божественной истиной. Не пройдет и полувека после описанного случая, как псы станут детьми. Блаженный Августин, рассуждая о вере и делах, писал, «Те, кто строго придерживаются предписаний, понуждают нас осуждать мятежных, не давать псам святого, считать язычником любого, кто презирает церковь, отвергать от целого ту часть тела, которая вводит в соблазн». Эти люди так будоражат мир внутри церкви, что пытаются раньше времени отделить зерна от плевел. Однако, будучи ослеплены подобным заблуждением, они сами оказываются отделенными от единения со Христом. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, открывает нам одну глубочайшую истину. Для Бога нет ничего нечистого. Он рамно открывает свою любовь как праведным, так и грешным, как своему избранному народу, так и язычникам. Иудеи, ослепленные делением мира на своих и чужих, не смогли увидеть главного – воплотившуюся любовь Божию. Нам же с вами теперь известно, что только искренняя любовь может преобразить любую нечистоту в этом мире. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, Натя уповад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok